Приветствую всех читателей первого российского конного онлайн-журнала Equilife.ru. С вами его создатель и главный редактор Виктория Борисова. И сегодня я хочу попробовать необычный формат интервью, так как мне хотелось сохранить эмоцию, живость и голос моего собеседника, а моим собеседником в этом интервью стала прекрасная женщина Екатерина Федоровна Забегина, кандидат биологических наук, вирусолог, президент конского ветеринарного объединения, создатель ряда конференций, в частности, международной научно-практической конференции болезни, лошадей, диагностика, профилактика и лечение, которая ежегодно проводится на конной выставке Equilife.ru. Дизайнер, уже довольно известный в России, и, кроме того, победитель ряда европейских дизайнерских конкурсов, ну и, наконец-то, просто красивой женщиной с сильной позитивной энергетикой. Я оговорюсь, так как наше интервью записывалось на конной выставке Equirose, и микрофон находился у Екатерины Федоровны, мои вопросы в этой записи остались почти не слышны. И для того, чтобы поправить эту ситуацию, я перезаписала свои вопросы отдельной дорожкой, то есть так вы их и услышите. Мои вопросы в тишине записаны отдельно, и ответы Екатерины Федоровны с таким небольшим выставочным шумом на фоне, но это не помешает, никоим образом не помешает пониманию. И начну сразу с первого вопроса. Вопрос такой. Как вы пришли к лошадям, и как начался ваш конный путь? Ну, я пришла к лошадям через их вирусы. Я вирусолог, и с третьего курса института я начала заниматься инфекционными болезнями лошадей, попав в ВИЕФ, в лабораторию инфекционной болезни лошадей, Константину Павловичу Юрову, выдающемуся вирусологу, очень известному человеку в мире, специалисту по инфекционным болезням лошадей, человеку, который, собственно, участвовал в создании теста Хогинса, известнейшего для диагностики инфекционной анемии лошадей. Работал в составе группы ученых из 23 стран. И он, на самом деле, очень известный человек в мире вирусологии, в международном плане. И мне посчастливилось стать одной из его учениц. Он, конечно, очень строгий учитель, очень требовательный, и мы все его аспиранты... Он изнацелил веревки, но он нас сделал, наверное, такими вот какими-то... не знаю, настоящими исследователями и честными в специальности, и достаточно высокопрофессиональными. Все его ученики очень известные люди. Это министр сельского хозяйства Таджикистана, это директор крупного института в Казахстане, ну и так далее, можно перечислять. Ни одного нет из его аспирантов, человека, который бы не добился чего-то действительно выдающегося. Поэтому я, конечно, очень благодарна этому человеку, который и дал мне очень много знаний, и закалил меня моральным, потому что работа была такая с ним очень... То есть ветеринарный врач-вирусолог. При этом верхом вы не ездили, и лошади вам по ночам не снились. Я верхом ездила только в школьные годы, и живя в Казахстане, мы пять лет... Мой папа был директором института, в НИСХИ в Казахстане, это крупный был такой научно-исследовательский институт, и мы из Москвы уехали туда жить на какое-то время, и я жила пять лет в Казахстане, и там, конечно, очень много лошадей, и мы ездили просто на табунных лошадях, без седла и без седлом, но это было такое что-то детское, совершенно непрофессиональное просто прогулка. Это, собственно, наверное, единственное, что меня связывало с лошадью до того времени. А вообще я пришла, конечно, через вирус, так как я занималась очень многими вопросами международных перевозок лошадей, моя диссертация была связана с... После того, как я закончила академию, я поступила в аспирантуру в ВИЕФ к Юрову, и так случилось, что, в общем-то, моя работа стала очень успешной, я стала очень много ездить по миру, и все международные мероприятия, связанные с какими-то конференциями, они обычно соединены с соревнованиями, или, ну, с чем-то таким конным шоу, с конными выставками, поэтому это настолько неразрывно, что постепенно, особенно когда я стала заниматься рутинной диагностикой на основные заболевания при ввозе и вывозе лошадей, при передвижениях по конюшням и по клубам, я стала очень связана с ветеринарными врачами, практикующими, потому что, наверное, каждый конник нашей страны хотя бы раз приехал ко мне с пробиркой крови, и я, когда уже потом занялась созданием ассоциации, стала очень много ездить по клубам, я всех лошадей, которых видела уже вживую в конюшнях, знала по кличкам, написанным на пробирках, вот, и, в общем, так случилось, что в какой-то момент моей жизни, наверное, меня знал каждый конник страны. Отсюда, наверное, берут корни создания конской ветеринарной ассоциации в последующем и дальнейшая активная деятельность в конной сфере. Что послужило отправной точкой для этого? В 90-е годы, вот, конец 90-х годов, очень многие врачи приезжали ко мне, и очень много мы разговаривали, приняв эти пробирки крови, дальше начинались какие-то беседы. Потом, что нужно что-то делать, да? Да, и врачи все в один голос говорили об одном и том же, что нет у нас образования, что так жалко, что у нас нет никаких программ, что нужно что-то придумывать для того, чтобы все-таки какие-то ликбезы делать. И все ко мне обращались к тем, что вот, ты много ездишь, может быть, ты узнаешь и поговоришь о том, как это сделать у нас. Там есть какие-то конференции и ассоциации, может, нам сделать какую-то аналогию. Я задачилась этим, и так как я работала в группе, занимающейся с лучной болезнью лошадей, так получилось, что наш институт стал референтным для исследований всех имеющихся в мире диагностических наборов. И я вела всю переписку с МЭБом, и занималась приемом всех этих реактивов, реагентов. И я очень много общалась с таким доктором Луи Туратье, который курировал этот МЭБ. МЭБ – это Международное эпидемиологическое бюро, которое контролирует все болезни животных в мире и пишет стандарты о диагностических тестах и вакцинах. Каждая страна должна соответствовать стандарту для того, чтобы лошадь, выехавшая из Москвы, приехав в Пекин, с теми же результатами. И это очень важная была работа. Я работала много лет в составе группы ученых, которые стандартизировали все тесты для всего мира. В этом заинтересован весь мир, поэтому было брошено много сил на то, чтобы это сделать. И вот я очень много, совершенно бескорыстно, это была просто такая общественная какая-то работа, как часто у меня бывает, занималась вот этой помощью для института, перепиской и оформлением разных документов. И когда в какой-то момент я обратилась к этому Луи Туратье просто с простым вопросом о том, а вот не знаете ли вы, есть ли во Франции какая-то организация, которая обучает врачей не в институтах, а вот в ней после того, как люди обучились. Я сказал он, да, конечно. И я с таким жаром, видимо, рассказывала им о том, что как мы хотим знаний, что один из людей, это человек, который входил в бюро Всемирной Константы и Ветеринарной Ассоциации, Ричард Корт, он настолько проникся моей пламенной речью, что, видимо, настолько я действительно очень хотела помочь. Ну, потому что мне очень хотелось, правда, это сделать. И так как я понимала, что это правда нужно, ко мне много, собралось столько много знаний, аккумулировалось, потому что каждый приезжающий говорил об одном и том же, не вместе собравшись. А вот каждый приезжал и один и тот же вопрос поднимал. И я поняла, что это очень нужно людям. И французы, видимо, очень вдохновились тем, что они могут кому-то помочь. Они, на самом деле, очень отзывчивые люди. И вот из всех лекторов, которые к нам приезжали за все эти годы, они больше всех делятся знаниями до конца. Вот у них нет такого понятия, как ноу-хау. К сожалению, это существует в участии спикеров, когда они доходят к какому-то моменту, а потом упускают какой-то нюанс, потому что они считают, что это их ноу-хау. И догадайтесь, мол, сами. А французы насчет этого очень щедрые. И они даже говорят очень многие, что может быть кто-то думает, что это парадокс, но чем больше я рассказываю другим о том, что я умею делать, тем больше у меня клиентов. Очень многие врачи французские мне говорили вот эти вещи. Ну и, в общем, после того, как я попала на конгресс французской ассоциации, французы решили нам помогать. И в 2000 году на конгресс московский ветеринарный, тоже договорившись с президентом ассоциации, это ассоциация, которая занимается болезнями кошек и собак, мы решили сделать секцию по болезням лошадей. Сергей Владимирович Сеевга, президент ассоциации, загорелась тоже моей идеей. И на первую секцию приехало 13 французов, чем несказанно удивили весь конгресс, потому что все знают, сколько это стоит, а французы к нам приехали за свой счет. И это, конечно, произвело такой фурор тогда. Все сразу обратили на меня внимание. И стали говорить, что это таинственная такая забегина. Как это она смогла? Откуда деньги? Ну, вот так случилось, что они решили, что они будут помогать нам, они самодостаточные, у них есть средства, они просто поехали к нам посмотреть, как мы живем, посмотреть Москву и заодно выступить перед нами. Это, конечно, был такой мощный старт. И, опять-таки, посмотрев на то, как мы хотим учиться, они стали нам помогать из года в год. И примерно через год мы создали конское ветеринарное объединение, зарегистрировали в Минюсте, и стали официально проводить наши мероприятия везде, где только могли. В общем, вот такой получился путь мой к лошадям. И когда я стала общаться больше с врачами, и еще мне очень хотелось как-то распиарить конское ветеринарное объединение, я придумала такую интересную штуку, которая очень хорошую роль сыграла для всех. Мы предложили обслуживание соревнований командой врачей конского ветеринарного объединения в обмен на рекламу. То есть мы бесплатно обслуживали соревнования, потому что обязательно соревнования должна быть в службе. Взамен вешали наши баннеры везде и объявляли, что мы обслуживаем соревнования. И так случилось, что самый бедный вид спорта на то время был пробеги. И мы постоянно крутились в пробегах. Нас все время звали. И в какое-то время я просто попросила Марину Цавицкую и Марию Жукову каким-то вещам меня подучить. Ну, конечно, не лечебным, а чисто диагностическим, которые нужны в пробегах. И в 2004 году меня пригласила в Федерацию конного спорта Елена Владимировна Петушкова и попросила меня стать ветераном врачом ФОИ. На что я тоже, я очень долго как-то комплексовала и говорила, я же не практикующий врач. Она говорит, нам нужно от вас больше вот вашего умения соединять людей. Нам нужно, чтобы вы были ну, как бы вдохновитель тоже, да. Ну, как бы, как официальное лицо больше, чем как... Потому что ветврач, который едет в команду, не столько лечишь, сколько дипломат. Плюс это подразумевает какое-то обучение, конечно, и нести знания людям. Я предложила ей еще нескольких человек в качестве врачей ФОИ от России подать заявки. И мы тогда, вот нас стало четверо. Это Николай Ягуков, Марина Советская, я и Екатерина Иванова из Санкт-Петербурга. Вот. Таким образом я попала в эту плеяну, да. И с этого момента началась очень такая бурная жизнь. С точки зрения ФОИ я очень много работала на соревнованиях, как врач соревнований. Конечно, такой богатый опыт сложился, особенно после того, как я съездила на чемпионат мира по пробегам в Дубай в роли шефа сборной команды. И, конечно, конная жизнь, она, сами знаете, это то, от чего невозможно никогда, наверное, отказаться. И для меня еще таким очень запоминающимся был разговор с одним известным человеком по имени Эрик Плато. Это ученый, которого я очень хорошо знаю, благодаря тому, что я занималась вирусом аркелитом лошадей. И он был первым, кто начинал исследование этого вируса в мире. Потому что конники все-таки другие люди. Вот лошадь – животное большое. И у всех людей, которые рядом с лошадью, душа большая. Понимание вот этих слов «плоток» ко мне пришло благодаря пробегам. И я стала понимать, как люди приходят в профессию ветеринарную. Ведь очень интересно, что очень многие ветврачи стали ветврачами не сразу. Очень многие из них пошли… Многие были конниками, я знаю. Они были либо конниками, либо спортсменами. Многие пошли учиться на зоофак, не понимая еще, что они будут дальше делать. Им просто хотелось быть с лошадью рядом. Да, да, быть с лошадью. А когда они учились, обучались уже год-два на зоофаке, они начинали понимать, что они хотят помогать. И они переводились с потерей двух курсов. Я знаю таких много примеров. Поэтому все-таки в ветеринарию просто так люди не приходят. Это соединение и вот этой любви к лошади, и какой-то вот этой большой души, и жажды помогать, облегчать страдания. Это невозможно быть хорошим врачом, если ты не любишь это. А ассоциация, почему она конская, а не конная? Вы знаете, в то время, когда мы создавали ассоциацию, выставка Эквирос называлась всероссийская конская выставка Эквирос. И Любовь Петровна Архитова, которая регистрировала название выставки, провела большую экспертизу на кафедре русского языка в МГУ. И я не помню название еще какого-то лингвистического учреждения, которое ей перевело слово Эквайн. Все конные выставки в мире называются там French Equine Exhibition, French Equine Veterinary Association и так далее. Это слово переводится в конский. И конный – это на коне, а конский – это все, что возле коня. Поэтому это слово, конечно, уже старорусское считается, но оно не выпало из использования в русском языке. Хочу спросить о другой части вашей жизни или это мотивом, который тоже стали лошади. Я знаю, что кроме всех ветеринарных заслуг, вы еще и дизайнер. Более того, вы учились на курсе у Вячеслава Зайцева. Как это случилось, что ваша жизнь, казалось бы, в этом плане пошла в совершенно новое русло? Как это произошло? Почему? Я, на самом деле, мечтала стать модельером с детства. Я с трех лет шила на всяких куксиков и так далее. И я всю жизнь шила, вязала, вышивала, там, не знаю, ковры и так далее. Я очень люблю всякую рукодельную работу. И, на самом деле, в науке я достигла многого благодаря рукам. Потому что в науке – это терпение, и рукоделие – это хорошие руки. И в вирусологии даже есть, ну, такая, не знаю, таинственная, что ли, поговорка, что для того, чтобы хорошо выросла культура клеток или сработал вирус, с ними надо поговорить, и рука должна быть легкой, да. И, в общем, ну, вот терпение и хорошие какие-то рукодельные качества – это все мне очень помогло в науке. Потому что у меня была очень такая рукодельная работа. Я выделяла вирусную ДНК, резала. Это очень много требует манипуляций, именно такие вот аккуратности, терпения, кропотливые какой-то работы. А шитье, вязание и так далее всю жизнь было в моей жизни. Я, вся моя семья были одеты с ног до головы. Никто никогда не верил, что это сделано руками. На всякий случай, что я вязала, никто не фактически... Одно дело – вязать для себя, а потом пойти учиться и не к кому-то, а вот прям... Я всегда мечтала об этом, но у меня очень ветеринарная семья, и мой папа просто в какой-то момент сказал, нет, это не надо, ты пойдешь, ты будешь над врачом. Когда-то я там в детстве плакала, там, нет, я не буду. Ну, вот так как я училась очень хорошо, и такая была послушная девочка, я стала потом как-то смиряться, а потом как-то уже и совершенно спокойно к этому отнеслась. Правда, в 10-м классе я готовилась в ТРИУ, за лингвистикой в МГУ, в текстильный институт, и в ветеринарной академии, но еще и в МГУ на биопак. Параллельно с академией, потому что предмет примерно те же самые были. Вот. Ну, в итоге я поступила в ветеринарную академию, на биопак, ветеринарный врач-биохимик, мое образование в дипломе написанное. И, в общем, вот так вот получилось, что многие годы я занималась наукой, но, конечно, у меня все равно немножко было такое ощущение, что я что-то не доделала, вот что-то я не доделала. И когда мы открыли ассоциацию, все ведь очень взаимосвязано в жизни, да, когда мы открыли ассоциацию, я стала искать спонсоров для нее, потому что нужно же деньги, чтобы проводить конференции. И я ходила по разным компаниям, и когда мы начали сотрудничать с компанией Bayer, первое, что мы сделали, никто не хотел регистрировать тогда никакие препараты для лошадей, потому что это стоит денег, и никто не верил в конный рынок тогда. В России? В России, да. И я предложила Bayer написать обзор просто по тем препаратам, которые были у них уже на рынке для коров, для птиц и так далее. Я написала обзор препаратов фирмы Bayer, возможность применения препаратов фирмы Bayer для лошадей, в том числе про препарат Катазал, который сейчас всем известен. И через год продажи препаратов Катазал в России превысили продажи Катазала в Европе. И фирма Bayer предложила мне дистрибьюторство. Я человек науки, сказал, что, ребята, я не коммерческий человек, я вообще не знаю, что это и как это. Я не умею. Они говорят, слушай, забегина. Дистрибьюторство фирмы Bayer роздано 25 лет назад, и чтобы его получить, надо выкупить на 100 тысяч евро препаратов. А тебе бесплатно дают за срочкой платежа. Ты что? Бери. То же самое мне предложил интервет. И, в общем-то, они меня подтолкнули к открытии компании. Я совершенно в неизвестное плавание кинулась, открыла компанию в 2003 году. И так как тогда на рынке практически ничего не было, и у нас в офисе на беговой стояли бутылки с гелями веда всех цветов радуги, и Катазал, и все. И такая батарея вот этих бутылок. И, конечно, если бы я знала, сейчас-то я знаю, что такое заниматься коммерцией, я понимаю, как это трудно. А тогда, я не зная, бросилась вот в это. И я бы, наверное, может быть, если бы знала, то никогда бы этого не сделала. В общем, через год я продолжала в Еве, конечно, работать. Через год я поняла, что надо что-то делать, потому что вся моя в Евеевская зарплата уходила на то, чтобы платить бухгалтеру. И, в общем, я не знала, на что мне жить, и было очень трудно. И я попробовала попродавать седла, но это тоже целая наука, и как я не специалист, я поняла, что это больше будет убытка, если не знаешь об этом деле все как надо. И все так, что мне просто приснился сон, что я сижу на диване и вышиваю крестиком на шале глошадей. И я проснулась и думаю, наверное, надо добавить в свой ассортимент что-нибудь, вот такую одежду какую-то. И первая моя коллекция была создана благодаря, наверное, и Марине Советской, потому что у нее родственник держал театр моды. И первой, кому я рассказала об этой идее, была она, я говорю, что я как-то комплексую, что я же не дизайнер, и как же я вот вдруг что-то сделаю. И поговори с Семеном, он скажет, хорошо это или это ерунда. Я приехала к ее родственнику, рассказала, какая крутая идея, давай мы тебе поставим показ, давай делай. И я сделала коллекцию. И к тому времени мы делали уже несколько лет подряд выставку «Ложадь в искусстве и мир животных». Такое название придумали галерея Квиартица Николаем Негуповым и с Марией Немцевой. Николай Негупов, это Федорович, наверняка, знаете, а Мария Немцева, это искусствовед. И мы, параллельно со всей моей деятельностью, делали такие выставки. И у нас очередная выставка должна была состояться как раз в этот год, 2004 год, весна. И я подумала показать, что ли, на этой выставке свою эту коллекцию. Ну и, конечно, я советовалась с кем-то давно, с кем могла. И мне многие сказали, да показывай, конечно. В общем, на открытие этой выставки приехало все ветеринарное сообщество города Москвы. Все были потрясены, удивлены тем, что вдруг Забегина сделала коллекцию одежды. И меня пригласила Любовь Петровна Архипова тут же на Эквирос. Потому что она, конечно, тоже была на этой выставке. Я сказала, это очень круто. Давай на Эквиросе покажем. А на Эквиросе показ мы увидели директор салона Чушевальда Паре и директор Альфарас Дубай. И меня пригласили с показами и туда, и туда. И я поехала в Дубай, потому что они оплачивали все. И у меня было 6 показов в Дубае. И у меня в Дубае купили все. Просто все. Всю коллекцию, все, что я привезла. Это было через 4 месяца после старта. И я поняла, что я на правильном пути. Я стала делать по одной коллекции в год. И в 2008 году нас пригласили. Так как мы делали коллекции маленькие, мы делали всегда какой-то театральный номер. И они были очень-таки красивые, эти маленькие номера. Нас приглашали на какие-то открытия, соревнования иногда с номером. Или на какие-то выставки. И вот нас пригласили в Российский фонд культуры на презентацию книги о московском конном заводе. И нас пригласили в качестве вот этого номера. Проходит какое-то время, мне звонит оттуда. Дома одна, я не каюсь. Вот так получилось. Нам пришло письмо из Парижа о том, что будет конкурс дизайнеров. И у нас была на вас информация про ваш показ. И просто никого не было, до вас дозвониться не могли, не знали, кому это отправить. И мы отправили про вас информацию в Париж. Я говорю, Вера, что вы сделали? Я не дизайнер, я не юный дизайнер. Какой конкурс? Вы что? Она говорит, Катя, ну... Я просто вам сказала, вас может не отберут, в общем. Просто чтобы вы знали. Проходит полгода. Звонит мне опять эта дама и говорит, Катя, вы запомните, вот я вам рассказывала про конкурс, вас на конкурс отобрали. Я говорю, Вера, да что вы, 2009 год, так трудно, такой кризис. Ну попробуйте. Конкурс в мой день рождения проходил. Мои друзья все, родственники, сказали, давай мы тебя отправим, мы тебе подарим подарок. Езжай, ты же должна все-таки попробовать. Я поехала. Я заняла второе место в номинации лучший дизайнер. И на меня все смотрели зверем все настоящие дизайнеры. А Жан-Клоджи Труа, который был организатором, он аплодировал стоя. И это, конечно, был для меня, наверное, один из самых счастливых моментов в моей жизни, когда я шла по городу Парижу с дипломом. Где было написано, что я дизайнер и что второе место в номинации лучший дизайнер. И показ проходил рядом с Эйфелевой башней в зале ГЭП, один из лучших подиумов Парижа. Это, конечно, ну что-то такое. А прошел год, наверное, или два, и мне опять раздался звонок от одной девушки из зообизнеса, которая оказалась случайно в компании артистов Большого театра и представителя Пьера Кардена в России. И она мне говорит, Катя, Кардену исполняется в следующем году девяносто лет и будет очень большой международный конкурс дизайнеров. Я сказала, нет, 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 это не про меня. Ну что, я не дизайнер и не юный дизайнер. Какой конкурс? Она сказала, ну попробуй, ну что такого, я все узнала для тебя, ты бы и не узнала, ну попробуй. Я отправила все, что надо было отправить. Мне приходит ответ, уважаемый дизайнер, нам было подано 600 заявок, мы из них отобрали 40 и мы вошли в их число. Ну когда я увидела такое, конечно же, это очень как-то так начинает греть душу, было 600 и отобрали 40. Это стоило очень дорого, это участие. И я, ну конечно, с одной стороны мне очень хотелось, с другой стороны я понимала, что я это не осилию сама, оплатить вот это все. И я вспользовалась, я уже не помню, вот как получилось, что я посоветовала Сергеем Владимировичем Середой опять, который в моей жизни многое сыграл хороших ролей. И он мне сказал, какой спонсора найдем тебе? И мы договорились с компанией ВИК, такая есть большая крупная ветеринарная компания, о том, что мы подписали контракт о том, что они 3 года будут у меня забирать эти деньги платками. То есть получилась такая очень хорошая история, они мне оплатили в мою поездку и потом в течение 3 лет я им делала платки именные, с именными сертификатами, они присылали мне каждый месяц имена, это либо их клиенты были какие-то, либо их какие-то сотрудники, мы писали на платках спешили фоа и так далее. Вот, то есть получилась очень красивая такая история. В общем, я поехала на этот конкурс. Это был конкурс в Ла Кости, оказывается, Кирк Орден выкупил полностью этот город, и на территории этого города находится замок Мархизга Сада. И именно там проходил этот конкурс. Это было очень трудно, это было очень жестоко, это было, ну, было очень тяжело, но я в итоге выиграла от мапперов мест, лучший фэшн-бизнес-концепт и прет-апорте. Наш последний этап конкурса заключался в том, что нужно было нарядить одну модель, хотя мы привезли с собой чемоданы этих своих коллекций, все негодовали и говорили, как же так, а вот выберите один костюм, который все о вас скажет, и можете что-то взять в руки. А у меня-то платки, и я как взяла такую стопку, вот так, платков. И за стопкой прям? Да, и у меня была одна модель, а в руках у меня стопка, и мое портфолио вот такое вот, толстое, сколько я уже создала к тому моменту в конном стиле и футболки, и юбки с принтами, и шляпки, очень много всего. И я у меня портфолио, и я в руках это прекрасно могла унести. И эти платки, портфолио пошло по рукам, а жюри было из Сан-Франциско, из Нью-Йорка, из Европы, очень много было большой жюри. И был Вячеслав Николай Зайцев тоже, потому что он дружит с Карденом много лет. Мы с ним как-то так сразу там сдружились, так как-то случалось, что мы оказывались где-то рядом за столом. В итоге, значит, награждение было это обучение. И я выбрала Зайцева. Я закончила вечернее отделение, а на экзамене он мне сказал, какая у тебя тема все-таки классная, ты так ей верна, приходи ко мне делать коллекцию. И все там зашушухались, что вообще Зайцев очень редко такое предлагает. я, конечно, пришла, когда я пришла, он сказал, слушай, давай на дневном учись, раз уж пришла. И я, у меня два диплома об образовании у Зайцева, я закончила вечернее дневное отделение. И это, конечно, открыло мне очень многое, благодаря накопленному опыту, все это как-то в голове уложилось, и все стало понятно. И для меня каждый день обучения там было невероятным счастьем. Конечно, мне пришлось сочетать это с моими всеми остальными видами деятельности. Я не знаю, как это все получилось, но как-то получилось. Вот. И на защите диплома был большой успех. Меня сразу пригласили на неделю моды в Москве. ну как-то вот все стало складываться. И пока я училась, я каждый день понимала какое-то огромное счастье, что у меня получился именно такой путь. Потому что многие годы я как будто все-таки держала на папу слегка обиду о том, что он мне не позволил заняться любимым делом. Но сейчас я ему настолько безмерно благодарна, потому что этот путь получился правильным и независимым. я могу делать то, что мне нравится, что я хочу. И одна профессия помогает другой. Конечно, у меня нет каких-то излишков никогда, но у меня есть понимание, для кого я делаю. В общем, какой-то такой получился путь вроде тернистый, но он весь наполнен любовью к делу. Что бы я ни делала, даже если это трудно было, мне кажется, без любви ничего не сделаешь. Если ты любишь в тот момент то, что ты делаешь, а обычно любишь то, чего умеешь, что бы ни это ни было. Умеешь хорошо писать, ты любишь процесс писания, умеешь хорошо ставить реакцию нейтрализации, ты любишь ее. Не знаю, когда я работала в науке, я тоже это любила. И у меня иногда возникает какая-то ностальгия, когда начинают говорить что-то про какие-то тесты или что-то в принципе тоже. Да, у меня тоже есть любовь к этому большая, но невозможно все одновременно делать. И подытоживая нашу беседу, что вы пожелаете читателям Аквилайф.ру? Если чувствуешь по-настоящему, что сидит в душе какое-то желание такое с детства или не знаю с юности и вы прям вот так тайно мечтаете об этом, что это нас делает? Не бояться воплощать свои идеи в жизнь. Эту мысль мне хотелось бы вынести как ключевую мысль этого интервью. А с вами была Виктория Борисова, создатель и главный редактор конного онлайн-журнала Аквилайф.ру. Обратите внимание на архив наших статей, который находится в колонке справа. И до новых встреч. Пока-пока.